друзья привет селедка одна наверное самых доступных и любимых многими рыб которые по всему миру распространены что можно сделать селедки до великое множество сейчас я покажу что можно сделать с ней сделать можно вот такое вот блюдо не здесь не одно блюдо а два тут у меня селедка в горчичном соусе и в сливочном соусе может посмотреть поближе вот такое великолепие горчичную выдает то что она немного более такая вот оранжевая сливочная белая это два немецких рецепта если вас это заинтересовало то наливайте чай а я все расскажу подробно начать я хочу с рецепта где потребуется тепловое воздействие то есть надо будет немножко использовать плиту всем привет из будущего я забыл совсем сказать что первый рецепт это будет именно с использованием горчицы то есть горчичный соус продолжаем смотреть но перед этим я возьму мои селедки это просто в масле положу на тарелки вот они просто тарелочки с кухонными бумажными полотенцами чтобы немного убрать масляную покрытие вот это чтобы они немного стекли селедку я пока убрал на холодильник потому что мне кошка тут бегает охотиться уже за селедкой и по традиции все граммовки будут в описании под роликом а пока позволил себе нарезать мелким кубиком лук это единственное приготовление или единственная нарезка кроме селедки который надо будет сделать то есть отправляю в сковороду лук можно вместо одной большой луковицы взять две средних лука шалота если кому-то не нравится обычный репчатый потом беру 100 миллилитров белого сухого вина и 50 миллилитров винного уксуса то есть он пятипроцентный особо сильно не будет сейчас я это доведу до кипения и потом убавлю мощность прокипячу в течение 8 минут можно чуть меньше 7 все эти танцы с бубнами между праву надо для того чтобы ароматизировать вот это вино и уксус и немного выпарить то есть первую очередь это избавиться от алкоголя и смягчить действие уксуса ну а пока лук обогащает вино и уксус своими ароматами я возьму уже селедку немного вот и и обсушил и на удобные для вас кусочки стоит нарезать ножом то есть можно сделать побольше поменьше кому как понравится у меня это примерно сантиметра 3 может чуть больше пока идет последняя минута приготовления лука кипит он хочу показать вам вот такую вот консерву это моя самая любимая консерва вернее можно сказать одна из некоторых моих любимых и она именно идет в горчичном соусе это отключилась прошло 8 минут надо теперь взять сито и аккуратно все слить для того чтобы наш соус получился очень хорошим стоит прямо от лопаткой прижать и продавить все соки через сито кстати лучок невероятно вкусный его можно использовать в других блюдах поскольку он получается как бы промаринованный вот столько жидкости у нас получилось да кстати хочу сказать что в германии существует множество разных соусов именно с использованием горчицы я кроме этого знаю еще минимум два если хотите то проходите в комментарии либо вы сейчас в описании будет еще на мой телеграм-канал оставляйте свои пожелания может еще что-то только прошу без каких-либо там не знаю непристойностей я за конструктивную критику но если кто-то будет просто оскорблять то уж извините возвращаю теперь это все назад сюда возьму 200 миллилитров сливок сливки у меня самые обычные получилось 30 процентные можете взять и поменьше стоит взять ложку с горкой с хорошие такой вот горчица именно с зернышками если кто увидел может нет но у меня кюня и возьмите столовую ложку той которую вы любите конечно можно добавить больше и тут уж смотрите по вашим вкусам кому-то нравится кому-то не нравится но соус получается просто бомбически сразу стоит посолить и поперчить только будьте осторожны потому что сама горчица не тоже свою и соленость кислоту сладость сахара сначала добавьте немного потом уже будете пробовать можно всегда добавить главное не переусердствует хорошенько стоит все размешать и после закипания где-то минуты две ну максимум три дайте на медленном огне немножко побурлить только хорошо размешайте до однородности пока соус начинает закипать и немного вывариваться чтобы такой загуститься я уже отправляю в частку селедку можно использовать всякие контейнеры для хранения чтобы настоялось потому что сейчас когда прокипит я покажу вам до какой консистенции я уварил надо будет остудить маринад и залить сюда после чего как минимум часов на 12 надо отправить в холодильник больше постоит будет только лучше сейчас скорее всего со второй камеры будет видно что соус какой густоты что я провожу а следом остается такая вот небольшой след который затягивается уже можно выключить это уже хороший соус потому что когда остынет он немножко станет гуще также этот соус великолепно идет к вареным яйцам есть такое понимание как вареные яйца в горчицы это немецкое блюдо также просто к жареной рыбе как соус тогда его можно использовать горячим то есть вот вы сделали перелили подали на стол и пользуйтесь процесс остывания и переливания селедки я уже показывать не будут единственное что хочу сказать вам обращайте внимание и будьте аккуратны когда будете перемешивать то есть не ломайте селедку а мы переходим к следующему рецепту вторым рецептом будет селедка в сливочном соусе это традиционный тоже соус для германии великолепно подходит не только к рыбе как и предыдущий но и мясу можно добавлять картофелю вообще великолепно идет к отваренным яйцам вообще великолепно я беру чашу здесь у меня 6 штук уже перца душистого и по нормальному надо два листочка хороших лаврового листа но у меня уже остатки мелкий их стоит сразу сюда поломать сразу отправляю 200 миллилитров сливки и 200 миллилитров сметаны и сразу добавляю сюда ложку с горкой такого сахарного песка ну а теперь настало время все нарезать селедку кстати я нарезал когда для предыдущего рецепта тоже такими же кусочками надо взять две небольшие луковицы такого среднего размера и мы как можно тоньше нарезать их лук можно сразу отправлять нашу заправку можно уже взять и предварительно все перемешать лучок будет замечательный когда я завтра отварю еще картошки и вместе с селедочкой он будет такой похрустывать он промаринуется здесь тоже немного это будет великолепно после чего берется маринованные огурчики по хорошему надо взять два нормальных размеров но они у меня маленькие вообще сейчас я удалю от них еще копки где они станут еще меньше и нарезать надо примерно разделили на половину и удобными такими кружочками нарезать сейчас я покажу примерно какой то есть вот такой вот примерно получается полу кружочек все естественно тоже сразу можно отправлять в чашку одним из последних ингредиентов надо взять яблоко обязательно помыть его но все и так знают почистить и нарезать как можно меньше кубиком сейчас я почищу уберу серединку и покажу какой кубик будет я разрезал на четвертинки теперь нарезаю просто полосками после чего нарезаю брусочками а брусочек уже нарезаю на кубик кстати яблоко здесь используется именно сладкое большинстве рецептов используются других блюд кислые яблоки здесь используются сладкое все нарезки и заготовки закончились теперь я добавляю немного совсем соли пожалуйста будьте осторожны у нас огурцы соленые и рыба соленая поэтому имеет свою соль поэтому будьте аккуратны но также тут я решил использовать белый перец и примерно полторы можно даже до двух столовых ложки надо использовать рассол от огурцов или как немцы называют огуречной водой теперь стоит все взять перемешать попробовать еще на соль на сахар на кислоту но естественно еще не забывайте как я только что сказал про соленость рыбы ну и финальным штриком я добавляю сюда селедку это уже готовая еда она когда настоится будет вообще просто великолепно и опять же повторюсь аккуратно перемешивайте чтобы не поломать рыбу используя простые ингредиенты можно получить измариновать вот такими двумя разными способами селедку если в горчичном варианте это может горчичный соус идти как самостоятельный соус к рыбик жареной крыль не рыбик там птицы и к обычному мясу картофелю то это уже можно сказать сливочный уже фактически готовый салат сейчас это все укрою убираю в холодильник ну примерно день пройдет потому что еще достаточно рано завтра я с картошкой покажу как это все вкусно ночь прошла настал новый день вы увидели что картошку сейчас уже приготовил отварил ее она великолепно подходит к селедке я даже удержался и ночью не пробовал эти маринады они все стояли в холодильнике вот у меня белый это холодильник сейчас я попробую оба из них и скажу вам здесь можно увидеть сейчас я покажу на другую камеру что цвет немного такой более желтоватый ну естественно он же с горчицей я знаю что я буду кушать не до этого знал конечно на каждый раз восхищаюсь этим соусом вкусный такой ну можете представить присутствует вкус горчицы вот этот зерна горчица обязательно должна присутствовать она дает свой такой вот аромат плюс ощущение во рту зернышки эти взрываются вкус великолепный но вот это естественно белый с лучком с огурчиком в этом соусе рыба становится гораздо мягче то есть она вообще сам по себе это салат уже он более такой немножко и сладость присутствует и соленость чуть-чуть кислинышки великолепный легкий тем более сейчас наступает время когда все начинают готовиться уже к лету сбрасывать какие-то там лишние килограммы два великолепных блюда которых масло не используется но масло дав горчицы немного используется совсем чуть-чуть единственная жирность это в сливках до сметане возьмите меньший процент жирности сливки и сметану вот вам уже и понизили вкус великолепный селедка полезно богата омега и 3 пожалуйста кушайте у меня вот тут сейчас надо с этим вот срочно расправиться вам всем приятного аппетита крепкого здоровья скоро увидимся на новых соусах